Прошло очередное заседание Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкая. В ходе встречи обсудили работу патрульно-постовой службы, особенно в части охраны общественного порядка. Тему продолжит Мария Лапачева. Главная задача быть в массовых местах, там где могут совершаться нарушения общественного порядка. Патрульно-постовая служба, на нее задача возлагается не допустить нарушения этих, а уж если совершены, то нарушителей задержать. Председатель Общественного совета Алексей Семко также подчеркнул, что сегодня сотрудникам патрульно-постовой службы приходится работать в непростых условиях. В частности, в условиях сокращения численного состава подразделения. В настоящее время там работают 182 сотрудника, а не комплект составляет 19 человек. Получается, это из-за того, что ряд сотрудников уходит на пенсию из других подразделений. Как, наверное, знаете, патрульно-постовая служба – это кузница кадров в системе МВД. Соответственно, наиболее подготовленные сотрудники переводятся либо на должности участковых, оперуполномоченных, либо в другие подразделения. В ходе заседания озвучили статистику преступлений по Люберецкому округу. За 10 месяцев работы в суд было направлено 275 уголовных дел. Выявлено 460 фактов, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний. По ним возбуждено 307 уголовных дел. При этом 67 из них – это тяжкие и особо тяжкие преступления. По итогам 10 месяцев, по сравнению с прошлым годом, у нас в общественных местах было допущено 1467 преступлений. По сравнению с прошлым годом, на 307 преступлений меньше. Добавлю, патрульно-постовая служба – это структурное подразделение в составе МВД России, основными задачами которого являются предупреждения и пресечения беспорядков на улицах и в общественных местах, а также охрана общественного порядка. Наталья Григорьева, Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.